Добрый день, мои дорогие зрители! Меня зовут Наталья, и сегодня я вам хочу рассказать о понятии белки, жиры, углеводы и как правильно считать калорийность на сутки. Ну что, начинаем худеть вместе? Из-за недостатка физической активности современный человек все больше страдает от проблем с фигурой. Одни постоянно пытаются похудеть, мучая себя различными диетами, другие же наоборот хотят набрать мышечную массу, но помочь во всем этом может абсолютно безобидный расчет белков, жиров, углеводов. Именно об этом мы поговорим в этой передаче. Белки, жиры и углеводы сокращенно называют БЖУ, а в комплексе эти вещества называются нутриенты. Белки в нашем организме формируют мышцы, поддерживают наш иммунитет, а также способствуют росту клеток. Основное содержание белков, белка это яйца, мясо, сыр, рыба, бобовые и другие продукты. В рационе должны присутствовать и растительные, и животные белки. Белки содержат в себе незаменимые для организма аминокислоты, а они в свою очередь нормализуют работу сосудов и оказывают на сосуды антисклеротическое действие. Теперь поговорим о жирах. Жиры являются не менее важными источниками энергии в нашем организме. Они повышают эластичность стенок сосудов и за счет этого ткани получают больше питательных веществ из крови. Недостаток жиров в организме приводит к заболеваниям печени и почек. Часто наблюдается отечность, то есть задержка жидкости в организме, а также проблемы с кожей. Именно жиры влияют на уровень холестерина в нашей крови, поэтому их переизбыток часто становится причиной атеросклероза. Посмотрите на картинку. Последний нутриент это углеводы. Это самый первостепенный источник энергии. Эти углеводы регулируют уровень сахара в крови, питают наши мышцы и наш мозг. В свою очередь углеводы разделяются на простые и сложные, а называются они так из-за скорости расщепления и усвоения их организмом. Простые углеводы очень быстро перерабатываются организмом и через короткий промежуток времени мы снова испытываем чувство голода. Калорий потребляем очень много, но энергетической ценности как таковой нету, толку мало. А вот сложные углеводы, которые находятся в макаронах, крупах, овощах и хлебе грубого помола, они долго расщепляются и мы не испытываем чувство голода. Всегда избыточное потребление углеводов переходит в разряд жиров, из-за чего опять же растет уровень холестерина и развивается атеросклероз. Диетологами давно рассчитаны нормы потребления нутриентов. Белка это 2 грамма на 1 килограмм веса, жиров 1,5 грамма на килограмм веса и углеводов 2 грамма на 1 килограмм веса. Спортсмены могут увеличивать эту норму в 2 и более раз. А теперь пример. Человек весом 100 килограмм, его суточная норма будет белков 200 грамм, жиры 150 и углеводов 200. Помимо суточных норм контролировать рацион помогают еще и пропорции нутриентов. Это три типа. Первое это просто здоровое питание. Стандартом считается соотношение 30 процентов составляет белки, 30 жиры и 40 углеводы. При таком соотношении БЖУ вес будет оставаться на одном и том же уровне. Для похудения, чтобы сбросить вес, нужно уменьшить количество потребляемых жиров в пользу углеводов. Соотношение БЖУ будет такое. Жиры 30 процентов, белки до 35 процентов, углеводы до 45 процентов от суточной нормы. При таком соотношении БЖУ мы начнем активно сбрасывать вес. Ну а для набора массы тела в этом случае нам опять нужны углеводы. Тренировки требуют большого количества энергии и также нужны белки. Мышцы складываются именно из них. Перед набором массы нужно убедиться в отсутствии избытка жира. Иными словами, сначала худеем и сжигаем жир, а потом наращиваем мышцы. В этом случае у нас белков и углеводов будет по 35 процентов от суточной нормы, а жиров 30. С БЖУ мы разобрались. Следующий шаг определить общее число калорий, которые мы должны потреблять за день. Для этого существует специальная формула. Эта формула подсчета Мифлин Сан-Жоро разработана в 2005 году группой американских врачей-диетологов и на сегодняшний день самая точная. Давайте ее рассмотрим более подробно. Первое свой вес в килограммах мы умножим на 10. Второе свой рост в сантиметрах мы умножим на 6,25. Теперь умножаем свой возраст в годах на 5. Сколько вам полных лет? Дальше прибавляем результаты 1 и 2. Из полученной суммы вычитаем результат 3. Теперь к полученному числу для мужчин мы прибавляем цифру 5, а у женщин наоборот вычитаем цифру 161. Полученный результат нам нужно умножить на коэффициент А. А это коэффициент, который показывает активность человека и он имеет 5 значений. Коэффициент 1 и 2 это практически полное отсутствие активности. Сюда относятся люди с сидячим образом жизни и не занимающиеся спортом. Коэффициент 1.375 это слабая активность. Это либо сидячий образ жизни вкупе с небольшими тренировками, которые проходят 1-3 раза в неделю, либо занятия, требующие регулярной длительной ходьбы. Коэффициент 1.55 это средняя активность. Этот коэффициент выбирают те люди, которые занимаются спортом 3-4 раза в неделю от получаса до часа. Коэффициент 1.7 это высокая активность. Это могут быть спортсмены, либо заняты в сфере строительства, либо сельского хозяйства. В общем тяжелый труд. Коэффициент 1.9 это экстремальная активность. Сюда относятся спортсмены, которые занимаются целыми днями, люди с длительным рабочим днем, ну например угольные шахты, кузнецы и так далее. Данная формула подсчета калорий рекомендована только для лиц от 18 до 80 лет. А что делать, если не хочется считать белки, жиры и углеводы? На самом деле сложно только первый месяц, потом вы многое запоминаете. Давайте худеть вместе. Для начала вам понадобятся напольные весы для того, чтобы контролировать свой вес. Кухонные весы вам понадобятся для того, чтобы взвешивать в себе порции. Также смотрите на моем канале рецепты правильного питания с подсчетом калорийности. Скачайте приложение калькулятор калорий для того, чтобы знать сколько калорий вы съедаете в день. Когда мы каждый день смотримся в зеркало, сами мы результатов своих не видим, поэтому рекомендую фотографироваться каждый месяц. Сравнивайте фотографии каждые три месяца. Это будет самая отличная мотивация для вас, я уверяю, вы увидите результаты. Правильное питание в соответствии с расчетами даст вам массу позитивных эмоций уже через месяц, а лишние килограммы никогда уже не вернутся. Дорогие мои и любимые, спасибо вам большое за внимание и надеюсь вам со мной было не скучно. Если понравился этот ролик, ставьте лайки и оставляйте комментарии. С вами была Наталья и до новых встреч, я с вами прощаюсь, пока-пока!